Наши новости начинают работу в эфире в студии Евгения Даровская. Здравствуйте! ЧП в Барнаульском аэропорту. Сегодня утром при посадке на самолет рейса Барнау-Москва обвалился трап и люди упали вниз. Несколько человек получили серьезные травмы. Как рассказали пострадавшие, верхняя часть трапа сложилась и пассажиры буквально ссыпались с 5-метровой высоты. Двое с переломами доставлены в первую городскую больницу. Еще трое, как рассказали пострадавшие, после осмотра отказались от госпитализации и все же вылетели в Москву. Рейс был задержан примерно на полтора часа. В Барнаульском аэропорту пока от видео комментариев отказываются, но информацию о ЧП подтвердили. Ведется служебное расследование и выясняются причины произошедшего. Как только будут они выяснены, тогда можно будет какие-то официальные комментарии давать. Сейчас пока не можем сказать причины. Регулярно проводится обновление технического парка. У нас регулярно проводится предполетный техосмотр транспортных средств на наличие каких-то неисправностей. Добавим, что после ЧП в аэропорту обещали провести внеочередную проверку трапов. Полный материал на эту тему смотрите в вечернем выпуске новостей. Ну а мы напомним, что на прошлой неделе в честь празднования Дня работников гражданской авиации руководство авиапредприятия «Алтай» представило проект реконструкции здания аэровокзала. Он предполагает к 2025 году почти вдвое увеличить площади для размещения пассажиров и, по словам директора авиапредприятия, повысить безопасность перелетов. Но, кстати, о текущей безопасности на презентации речи не шло. Также на днях стало известно, что Барнаульский аэропорт стал одним из призеров национальной премии «Воздушные ворота России». Он занял третье место среди отечественных аэропортов с пассажиропотоком менее полумиллиона человек в год. Известно, что, определяя победителя, экспертный совет уделяет особое внимание качеству обслуживания клиентов и транспортной безопасности. Ну а на этой неделе в общем доступе появится перечень всех объектов недвижимости «Алтая». И специалисты управления имущественных отношений приступят к огромной работе, подтвердят наличие каждого дома или магазина в крае и подкорректируют назначение участка. Так, в регионе начинается перевод объектов недвижимости на кадастровую стоимость. Об этом рассказала журналистом начальник краевого управления имущественных отношений Елена Зинкова. По ее словам, в ближайшие дни полный список всех объектов недвижимости в крае предоставит Росреестр. Затем его переправят в администрацию каждого населенного пункта, и рабочая группа будет сравнивать с предыдущим списком, который составляли пять лет назад. Вот в этом перечне берем информацию по некоему селу, да, и там есть ряд объектов. Мы сбрасываем его туда, на место, и просим орган местного самоправления подтвердить, есть ли, нет ли, стоит или уже снесли, построено что-то новое, и соответствует ли тому, что это объект розничной торговли. Предварительное число объектов недвижимости в крае озвучат в мае. Такая проверка – лишь первый пункт огромной работы. Напомним, что с 2021 года Алтайский край перейдет на новую систему оценки недвижимости. Вместо инвентаризационной будет кадастровая, которая напрямую привязана к цене на рынке. Критериев у такой оценки 56. К примеру, расположение объекта относительно центральных улиц, его возраст, качество стройматериалов, а также освещенность солнцем. В будущем кадастровая оценка изменит и величину налога на недвижимость. Станет он больше или меньше – пока неизвестно. Новый автобусный маршрут, возможно, появится в Рубцовске в середине года. Об этом рассказал председатель городского дорожного комитета. Явные проблемы с автобусным сообщением в городе есть давно. Если в центре автобусы ходят регулярно, в течение нескольких минут можно дождаться нужного рейса, то в других районах, например, Западный, Сад, Город, рубцовчане порой ждут возможности уехать по 30-40 минут. Как пояснили представители городской администрации, работа по созданию нового 99-го маршрута уже началась. Он дополнит уже имеющийся 9-й маршрут. 99-й маршрут, чтобы внести в реестр, он выставлен на сайте для обсуждения граждан города. То есть это нормативный правоак, мы не можем пройти без этого. То есть в течение месяца мы вносим изменения в реестр и будем выходить на конкурс. Также представители власти пообещали решить проблему маршрута номер 30. Нынешний автоперевозчик, по их мнению, не справляется с обязанностями. Автобусы ходят нерегулярно. Теперь через суд они пытаются передать лицензию другому перевозчику. Для тех, кто желает сделать свой мир ярким и четким. В Барнауле открылся шестой по счету салон оптики «Спектр». Здесь качественно проведут диагностику, подберут оправу, изготовят очки, которые будут радовать вас долгие годы. Салоны оптики «Спектр» теперь есть практически в каждом районе Барнаула. Новый открылся на улице Георгиева, 44. В каждом салоне оптики «Спектр» есть медицинский кабинет, оснащенный современным оборудованием. На сегодняшний день за подбором очков и контактных линз «Спектр» ежемесячно обращается до полутора тысяч человек. Наша миссия – подбирать очки и контактные линзы, а также изготавливать медицинские очки высокого качества для жителей Барнаула и Алтайского края. Здесь проверят зрение как взрослым, так и детям, подберут подходящую по цене оправу. Также в «Спектре» представлен широкий ассортимент солнцезащитных очков и контактных линз. А в связи с открытием в новом салоне на Георгиева, 44, весь февраль действует скидка 30%. «Спектр» преобразит свой мир. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компания «Эвалар». Если повышен холестерин и вы ищете замену вашему обычному лекарству, «Атероклифит» – натуральное лекарство для снижения холестерина. «Атероклифит» – фитотерапия от «Эвалар». Почувствуйте разницу. «Эвалар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. В крае переменная облачность, в отдельных районах пройдет снег и, наконец-то, потеплело. Практически везде температура днем будет не ниже минус 12 градусов, за исключением Славгорода, где ожидается 13 мороза и камня на обе минус 14. В Барнауле возможен снег, температура днем минус 12. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле – 722-440. Полная картина дня в вечернем выпуске новостей. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok